Как же можно красиво, то есть удобно записывать в компьютере числа, чтобы не надо было разбираться с знаками в этих числах. Идея такая. Обычно стараются все-таки, чтобы целые числа были не в пределах первой десятки или первой сотни, а все-таки побольше. Поэтому в компьютере обычно больше цифр выделяют на число, чем я сейчас буду писать. Но мне, чтобы бесполезно, если писанина не делать, господа, давайте я сделаю так. Я выделю на число, на запись числа 8 битиков. 8 битиков это 1 байт. На самом деле выделяется, конечно, больше, но зато я писать 8 цифр, на самом деле, не так мало. Итак, 1 байт, 8 позиций. И давайте договоримся вот для чего. Я буду обычное целое число, натуральное положительное число, я буду писать так, как принято писать в двоичной системе. То есть число 11 будет записываться следующим образом. Единичка. 11 это вообще, где-то написано. 8 плюс 2 плюс 1. Единичка это двойка. Нолик четверка. Это 8, да? Смотрите. 8, четверки нет, плюс 2, плюс 1. Это 11. Я уже потратил 4 цифры, 4 битика. Теперь я остальные пишу в нуле. Итак, будьте добры записать. Число 11 это 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Согласитесь, что это абсолютно понятно. Дальше. Число 7. Тоже дело нехитрое. Число 7 это просто напросто в конце все единицы, а перед ними будет 5 нулей. Так, что у меня там еще есть интересного? Число 13. Число 13 это сколько там было? 8 плюс 4 плюс 1. Согласны? Да. 8, 4, 0, 2, нет. 1. Это 4, 0, 1, 2, 3, 4. Так, пока мне больше ничего не надо. На самом деле, пока мне больше ничего не надо. И давайте потренируемся сначала просто складывать эти числа. Для того, чтобы хотя бы какие-то из этих примеров мы уже поняли и что называется утвердили. Рассказываю. Вот здесь есть 11 плюс 7. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть в нашей записи. Это очень просто. Я должен выписать 8 цифр. Число 11. Это 4, 0, 1, 0. А после этого, 1, 0, 1, 1. Это я написал число 1. Теперь я должен написать число 7. Это еще понятнее. Это 5 ноликов и 3 единицы. И вот теперь я их складываю. Господа, какой принцип? Просто сложение в столбик. Только если в десятичной системе вы складываете, вы переносите каждый раз десятку. А если здесь складываете, вы переносите каждый раз дву. Поехали. Один плюс один сколько будет? Два. То есть не напишем, а единичку переносим. Заметьте, пожалуйста, это организовать при помощи электрических схем на самом деле не так сложно. Орезиновый школьник, в девятом классе, когда он это сделал, он был вообще пятиклассник. Правда, конечно, с папой это делал, потому что физически все, конечно, там паял папа. Из переключателей и проводов и лампочек двоичный сумак. Соответственно, он там все абсолютно понятно объясняет. Видео записано, это устройство показано. Так что, кому интересно, посмотрите, как это физически можно сделать. Дело в том, что у вас, конечно, кальпулятор это умеет. Компьютер умеет это сделать. Даже многие-многие-многие операции в секунду. Но интересно узнать самому, как это в принципе можно сделать. Если хоть хотя бы как-нибудь. Итак, 30 зенит. Один плюс один плюс один. Сколько будет? Три. Значит, единицу пишем и переносим. Один плюс один это будет два. То есть, ноль пишем, один переносим. Один плюс один это два. То есть, ноль пишем, один переносим. Один пишем и здесь остальные две. Так, господа, давайте соображать, сколько у меня получилось. Вот это единичка, это 16 изображать на самом деле. А это двое. А 16 плюс 2 это действительно 18. Отлично. Отлично. Я справился с этим примером. Давайте теперь возьму следующий пример. 11 плюс 13. Давайте я его здесь напишу, чтобы он не был систем. Опять, что такое 11? Это у меня 4 нолика, 1, 0, 1, 1. И опять надо складывать. Операция простая. Ноль, единичку сюда прибавляю, ноль. Единичку сюда прибавляю, ноль. Единичку сюда прибавляю, один. Единичка сюда пошла, один. И три гуля. Замечательно. Что это такое? Это 16 плюс 8. А 16 плюс 8 это 24. Господа, давайте я буду помечать галочкой сделанные нами примеры. Эти два примера мы сделали, мы их поняли. Конечно, нужна единичка схема. Она должна уметь что? Она должна знать, что 0 плюс 0 это 0, 0 плюс 1 это 1. 1 плюс 0 это 1. И 1 плюс 1 это самая хиткая штука. Нужно переносить следующий разряд. В следующем разряде уже более хитрое знание требуется. Потому что там надо учитывать перенос. Перенос бывает или 0, или 1, или есть перенос, или нет. Соответственно, надо знать уже, как суммируют три числа, каждый из которых 0 или 1. Ну то же дело, хитрое, да? Если у нас все 0 и 0 ответ, если одна только единичка из 3, значит, то пишем единичку и ничего не переносим. Если ответ, если две единички из трех, то ответ это 0 пишем, единичку переносим в следующий разряд. Если все три единички, то единичку пишем, единичку переносим. Это, в принципе, можно сделать. Такую систему можно придумать. Повторяю, кому интересно, посмотрите, как реально все начинается в железе делается. Продолжение следует...